Значит, давайте так. Первое, не стреляйте пианиста, он играет, как умеет. Мы начали с этого-всего. Давайте, вы уже свое поговорили, вы все плюхо уже сказали. Давайте, такие ощущения, что вернулись в социальные мережи. Там, на отмяну от того, что происходит на самом деле, нас передали, нас лили, все сдали, все плюхо, все проиграли. Потом, когда делается какой-то шаг, все, что было плюхо, в том моменте замолкают, шукают, начинают новое. Вернемся до реальных вещей. Мы вчепилися сегодня в формальный аспект коалиційной угоди. Так вот, мне, я не членом парламенту, я колишний член парламенту. Мне, честно говоря, начхать, на сколько процентов вы выполните коалиційную угоду, но мне не начхать на другую вещь. И карать их, до речи, депутатам, за выполнение и не выполнение коалиційной угоди, хай они себе там карают. А мы их маем карать или не карать за выполнение или не выполнение перед выборчих обязанностей, которые они давали. Это абсолютно не одно и то же. Теперь вернемся до терминов, до выполнений, до всего другого. Когда ишли на выборы, політичная сила, которая сейчас в парламенте, имеет ревно половину голоса в коалиции, там блок Петра Порошенко, они ишли на основе программы экономических этих всех изменений 2020. Ишли, ишли. Там есть конкретно вписаны певные термени, которые нужно вкладаться в коалиційную угоду. Знаете, мы смотрели на этот цирк, который происходил с этими иначе заседаниями. Один одного подседжили, один одному там что-то доказали. Насправді, есть какие нюансы, которые мы должны выполнять за этим 2020, которая стала основой все-таки коалиційной угоди. Только коалиційной угодой, мне кажется, она была немного подопсована. Потом, наконец-то, с лишним тиском, удалось примусить уряд, что она стала основой урядовой программы. И меня интересует выполнение по программе 2020. По программе 2020 у нас произошло что? У нас произошла какая-то пробуксовка по экономических реформам. И меня это тревожит. Меня тревожит даже немного другая, потому что мы пошли в супереч в программе 2020 и в супереч в той же самой коалиційной угоде в конце года, когда принимались эти экстренные заходы, которые были параллельно с бюджетом, и которые, на самом деле, суперечат многим вещам, в том числе и в угодах про асоциацию. И нам удается их потом отмотать назад. Нам просто втили это, но на короткий термин. Вот эти додатковые миты и тому подобное. Это противоречный бед. То есть у нас пошел и певный реверс, и нужно это понимать, что этот факт произошел. Давайте не забываться про факт. Если, кроме официальной опозиции, которая не впливает реально на результаты в Верховной Раде, просто не голосует, даже тогда, когда она не говорит, что за, у нас еще есть гибридная опозиция в Верховной Раде, и которая подрывает ситуацию в коалиции. Это кто такая? Ну, две фракции, Батьковщина и Радикальная партия. Есть этот факт, это есть. Это полностью постоянное блокирование, або бойкотирование, або взрывы графики в розыске. Альона, Альона Шкроп. Перервы.